Здорово, подпивасы! Хотя тут, наверное, не только подпивасы, все, заканчиваю с этими пивными обзорами. Буду теперь футблогером обзор на настоящую, самую крупную сеть российских истинобургеров «Вкусные точки». Я, кстати, слышал, что в Европе, там в Америке существует ее аналог, называется «Макдональдс». Они настолько у нас украли эту сеть, что даже фильм выпустили про вот свою копию нашей сети, который фильм называется «Основатель» про Рэк-Рока. Короче, сделаю обзор на «Макдональдс». Ой, на «Вкусные точки» оговорка, ладно, правильная. Короче, заказал тупо всю классику и, ну, новинка, которая здесь, новинка и в аналоге была, которая называется «Манбланбургер». Я заказал доставку, потому что она ко мне еще долго ехала и, наверное, немножко все подостыло. У меня будет «Биг Хит», «Биг Спешл», «Манбланбургер», вот эта новинка «Бургер». Он почти, кстати, как «Биг Спешл» стоит. Классика «Чизбургер» и «Чикенбургер». «Биг Спешл Ролл» заказал, потому что, мне кажется, в нем есть смысл, потому что он стоит подешевле. Картофельные дольки, они же картофель по-деревенски. Соус сырный и картоху фри. Но ее надо первую доставать, потому что картоху фри умирает просто моментально. Так, кстати, внутри большого... Ой, е-мое, посмотрите, он просто течет жиром снизу. Хорошо, что я доску с собой взял, чтобы все на них резать. Это такой же жирный. Это не жирный на пол пока поставлю. Блин, а это на пол как ставить? Так, а где у нас картошка? Так, картошка у нас здесь. Я среднюю обе взял, потому что попробую эти обе. Фришка в Макдаке мне всегда не нравилась, здесь она такая же. А вот по-деревенски, которая картофельные дольки, она, как по мне, стала хуже и вообще изговнилась. Сейчас я вам покажу, почему так. Это у нас чизбургер, это чикенбургер, но это классика. Ролл, так, а где по-деревенски? А, вот она. Короче, вот почему я это заказал. Кто помнил, раньше картоховый бы деревенский, как она здесь изначально тоже была. Это были маленькие дольки мини-картошки. Здесь это теперь вот такие вот огромные ломти просто, вы посмотрите на них. Они здоровы, это тупо уже белорусская бульба. Ммм, какая-то жирная, вкусная масса внутри. Ну ладно, с нее и начнем, это я пакет пока подвину. Так, а где, сейчас, секунду, соус. Соус, как же без соуса, кстати, кто не знает, уже давно вроде у них они без вот этих вот замазанных эмблем Макдональдса. Не знаю, мне не особо к картошке заходят какие-то соусы, кроме сырного. Типа, он, любовь, можно сказать, с детства. Я уже мазанул тут. Блин, какая она сухая, эта картошка сейчас. Просто очень сухой крахмал прям. Она аж разваливается вся, она форму не держит. Ну, она стала отвратительной. Раньше она мне нравилась, потому что картоха по-деревенски могла и доехать. И у нее была вот эта маленькая твердая прикольная форма. Если фришка, она просто умирает и становится как вялый половой орган мужской, то она держала форму, а сейчас это невозможно какая-то крахмальная масса. Теперь мне, кстати, надо теперь салфетки поискать. Есть ли они тут вообще? Да, спасибо, вкусная точка, то, что не привезли ни одной салфетки. У меня тут какие-то из другой доставки еще, которые я давно заказывал, остались под боком. А как можно не привезти салфетки к бургерам? Картошки, это жирные руки, это надо чем-то утирать. Вообще, я влажные прикладываю, вот KFC прикладывают. Да, кстати, что у нас канал-то про пиво? Я в шорт снял, но не все смотрят шорт. В КБ вот это вот Бирро Италия продается сейчас. И кто не помнит, но открывашка такого типа ко мне вернулась. Я ее уже пил, все, кстати, говнили в Телеге, да, подпишитесь на Телегу. Телега это у нас отличное место, у нас там и чат есть. Многие колой запивают, у меня есть кола. Я кул колу без сахара обычно пью. Но я сейчас не хочу лучше пивка попить. Я вот больше всего не понимаю, ну точнее не понимаю, мне не нравятся вот это все бургеры и так далее запивать соком каким-нибудь. Вот не, если вы любите, мне пофиг, ваше право, но я не люблю, отвратительно. Кола еще какой-нибудь, ладно, без сахара, потому что мы же за правильное питание. Ну или пивом. Оно очень излишне сладкое. И до этого мне казалось, что тут есть горчинка. Ну тупо солодовая жижа, выпить можно, но не за 90 рублей, за 0,33 это... Таких денег это пиво не стоит. Ну, короче, вот эти картофельные дольки, они вообще теперь разные. Какие-то маленькие, вот посмотрите, вы посмотрите вот на это. Оно огромное. Тут, то есть, ну смотрите, есть кусочки, то есть раньше они всегда были одинаковые. То есть тут сейчас есть вот такие кусочки. Это как белый кусочек, а это афроамериканский кусочек. Я не знаю, но вот это есть вообще не очень прикольно. Вот как-то вот когда они такого размера еще норм, но теперь у них какие-то ломти идут. Как-то реально картоха другая стала и хуже. Мне всегда раньше картошка нравилась в Бургер Кинге, потому что она в Бургер Кинге толще. И они додумываются ее просто посильнее жарить, потому что, ну это... Сейчас еще более-менее. Самая отвратительная картошка, кстати, в Киевсе, она там очень тонкая. Ее там невозможно есть, она умирает, как только тебе ее дают на кассе. А вот с нынешней картошкой по-деревенски я теперь понимаю, что, ну, есть какой-то даже смысл брать картошку фри. Ладно, я, наверное, на картохе сильно зацикливаться не буду, я ее так заказал, чтобы поговнить новые дольки. Ну вы посмотрите, вот этот вот кусман, там еще парочка таких лежит, она вся разная, это реально обычная картошка. Раньше был какой-то, видимо, сорт специальный. Я же отсюда все вытащу. Нет, подождите, что это такое? А, это манблан-бургер, наверное. Боже мой, как же он практически завернут. Исплющенный, ну ладно. Потом его съем, а картошку мы уберем. Начнем с классики, так сказать. Полуразвернутый чикенбургер будет вторым. Давайте с чизбургера. Ну это классик, он сейчас стоит, по-моему, 60. Я видел, даже есть акция, 2 за 100, что ли. Но я заказывал в зеленой доставке, которая сейчас одно и то же. То есть Яндекс и Деливери сейчас одна доставка, по факту. И там они стоят, по-моему, 60 с чем-то. Выглядит, ну, обычно. Обычный чизбургер. Но мне нравится то, что у него булочка сверху глянцевая. Выглядит из-за этого очень симпатично. Конечно, кунжута на ней нет. Я не буду бургеры разворачивать, как некоторые делают. Я разрежу, тем более целый я еще сжирать не буду. Ну, кстати, тут даже соус виден какой-то, вы посмотрите. Какие-то следы лука, кетчуп, горчичий виден. По-моему, в него идет ровно один ломтик огурца. Классика. Вот чизбургеры можно использовать как закуску под пиво, реально. Они еще, в отличие от многих бургеров, сейчас, смотри, у меня сыр на зубы налипает, обладают свойством, что их даже если потом погреть, они не отвратительные, как многие бургеры. Это потому что, ну, они и так из себя ничего не представляют. Они очень сухие, их реально невозможно пить, есть без запивки в больших количествах. Ну, то есть, ты один сожрешь, второй же будешь им давиться, потому что он невероятно сухой. Ну, тут, понятно, во всех сетевых заведениях и котлеты очень сухие, и булки, и соуса мало. Не кажется, да, такой бургер уплетается... Блин, как же все застревает в зубах. За шесть укусов. Второе пиво, пятницкое светлое. Оно у меня уже там налито немножко, но я подолью себе, наверное. Мне что-то просили постоянно, сделал обзор на пятницкое, сделал обзор на пятницкое. Но оно светлое, 4.1, 11 плотность. И я что-то вот булгар пиво, булгар пиво. Я вот не помню, сладовар это булгар пиво или нет. Но, блин, оно, во-первых, фильтрованное написано, оно слегка мутное. Я думаю, на камеру видно даже. А во-вторых, ну это тупо пиво из разливухи. Отвратительное которое. Ну, в разливухе такое стоит 50, пятницкое, по-моему, подороже. Оно отвратительное. Просто оно сладкое, оно приторно-сахарное, и пить его не хочется. Я как-то, конечно, у меня стол сбоку расположен, поэтому, сорян, народ, я отворачиваюсь от вас. Но не волнуйтесь, я никогда от вас не отвернусь. Короче, чикенбургер. Вот чикенбургер мне раньше нравился. Он такой же дешевый, как и чизбургер, но в нем достаточно много вот этой вот пекинской капусты. И она аж вываливается. И мазик. Мазик это топ. Да, ну смотрите, я просто его открываю. Она там уже аж валяется просто где-то на бумажке. И снаружи, конечно. Я не понимаю, как их собирают, так что оно все разваливается. Да, она просто, смотрите. Я вот это не люблю, типа, вот мне не нравится из этого чикенбургер и Биг Мак, который Биг Спешл, или как он там сейчас называется. Да, сорян, у меня руки трясут всегда, кто не знает. О-ля, ну тупо... Тупо майонезик. И курица какая-то даже как будто мне сначала показалась недожаренной, но тут даже видны какие-то куски, где прям видно, что это мясо. Ну котлета тонкая такая, что тут толщина панировки, ну если вверх панировки взять и низ, сложить, оно будет, наверное, потолщине, как мясо, если не больше. Ну блин, пучки мягкие, приятные. Майонезик. Блин, вот в него кладут много мазика. Плюс это капуста, и даже учитывая, что тут как бы куриная котлета, которая должна быть более сухой, он не такой сухой. Его можно съесть, не запивая. Но неплохо. Я бы чуть-чуть специй бы сюда добавить каких-нибудь. Но что чизбургер, что чекенбургер, балдеж, за свои там 60 рублей, если брать заведение. Блин, 7 баллов ставлю. Ну а что вы хотите? Где вы еще бургер дешевле купите? Ни одного места не знаю. Чисто под пивко себе взять таких. Три таких, три таких, и нормально посидеть, пиво попить, как вместо чипсов, потом с раздутым желудком, потому что, блин, буквально пару бургеров съедаешь, живот так раздувает. До невозможности. И это классно. Вот это ощущение иногда почувствовать. Я последний раз ел вкусные точки, наверное, недели три назад. Я съел, по-моему, Big Special и Big Hit. Я просто обожрался. Давайте, наверное, вот, как раз-таки к Big Hit'у вернемся, который, он же Big Mac. Он и раньше такой был, в плане, вот, его всегда открываешь, и, блин, сейчас я придержу. Короче, там просто снизу всегда капуста валяется. Она из него прям вываливается. И замечу, как плюс, мне нравится, что здесь два цвета кунжута используется. Блин, я хз, я смогу его еще разрезать или нет? А еще они мне как-то сыр странно положили, у меня два куска сыра здесь лежит. А здесь ни одного. Стандарт качества это называется. Ладно, разрежу. Блин, вот его хотя разрезать не хочется, потому что я его потом нормально есть, наверное, я не смогу. Еще у меня нож тупой, потому что он от Самуры. Я смог. Кстати, мы как-то с Лехой, когда заказывали, то Лехе привезли бургеры, где три котлеты положили. Ну, выглядит уже как-то нажористо. Конечно, когда я это разрезаю, так надавливаю на нож, что это выглядит как каша, но... А какой бургер в разрезе не выглядит как каша? Ну, у него свой соус. Кисленький обычно. Я, кстати, раньше не любил, да емае, он весь падает. Короче, раньше не любил, как он, Big Taste, из-за того, что мне казалось, что у него слишком кислый соус, а вот у Big Mac был получше. Никогда не думал, что решусь не только пить пиво на камеру, но еще и есть. Ладно, попробуем. Блин, он хорош. Мне кажется, у него соус даже стал менее кислым, чем был раньше. Потому что раньше мне, что Big Taste, был прям кислым. Big Mac был менее кислым. И поэтому он мне больше нравился. А сейчас тут прям кислинка такая в меру от соуса, то есть уксус. Ну, понятно, соус на основе мазика. Они, кстати, да сейчас подробно пишут на чеке, не помню, как это раньше было. Там калории, состав, по-моему, в аналоге Big Taste. Что-то типа 700 калорий или 600 в целом. Блин, но он хороший. Две мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук. Все на булочке с кунжутом, только так. И это Big Hit. Да, вот как так это. Блин, он неплох. Не знаю. Леха говорил, что он даже лучше стал из-за того, что... Он говорил, что я раньше, когда его ел, то у него из-за того, что там три слоя вываливалось что-то. Но, не знаю, я его обычно сдавливаю просто и ем уже после. Я всегда так бургеры, которые высокие так ем. Но, на самом деле, достаточно комфортно есть. А когда я разрезал, то он у меня не разваливается. Сделаю остановку. Короче, классика пока, что я пробовал, что вот чизбургеры, чизбургеры, чикенбургер, Big Mac, он же... Блин, у него дебильное название запомнить никак не могу. Big Hit. Big Hit. Ладно, Big Hit. Короче, он неплох. Не знаю, кто-то говнит, что лучше, хуже стало. Я больше всего не понимаю вот эту тему, особенно, когда только сеть стала называться вкусные точки, когда все резко говнить начали. Хотя, блин, готовили из тех же еще старых продуктов, а все начали говорить, блин, ну это не то, ну это не тот. Блин, там еще залежи старья вот этого было. Когда, блин, вы посмотрите, сколько месяцев продавали соусы закрашенные. Мне кажется, реально месяца там три, наверное, назад только пил. У них где-то полугодовой запас был соусов. Я думаю, остальных ингредиентов, типа соусов и котлет, было столько же, не более, что котлеты, хрен знает, сколько делаются уже в России после 2014 года, а соусы, ну вот хз, там же Heinz вроде их делает. Там я точно не в курсе. Я про булочки что-то слышал, что там какие-то есть ингредиенты, которые как бы в России не делаются. Может быть. Но булочки вообще не изменились, по-моему, как и были, так и есть. Но я на самом деле вот делаю обзор на классику, вкусные точки, отличные крупные российские сети бургеров. Но мне больше всего нравятся завтраки. Блин, вот я, я правда их еще ни разу, вот завтраки я во вкусные точки ни разу не ел, но мне раньше вот эти фреш макмаффины очень нравились. С яйцом неплохо, Big Breakfast Roll был вообще офигенный, где там и омлеты, беконы, кетчуп, и котлеты, вот это был топ. И фреш макмаффин был топ. И на завтрак из-за того, что там котлеты со свининой и другие булочки, это было офигенно. Я не знаю, вдруг вам зайдет, я бы как-нибудь снял бы и на завтраке обзор. Я же говорю, все, теперь я фудблогер. Ну, на два пива я здесь сделал обзор. Я вот даже отвратительный... Бургер такие шикарные, чуваки. Под них заходит даже отвратительное пятницкое пиво. Ой, фу. Я себе еще живот сильнее этим раздуваю. Ну, ладно, я же на пивной диете сейчас. Она, правда, у меня вообще не прогрессирует. Как думаете, почему? Ну, потому что я раздолбаю. Ладно, давайте вот перед Big Tasty Big Tasty Roll, который Big Special съедим Монблан. Да, я вспомнил. Это бургер, в котором сырная котлета. Это что раньше было отраданной хренью? Что сейчас кал полный и не стоит своих денег? Во-первых, он по диаметру как вот этот как он Топ Мак Биг Хит точно. Он как Биг Хит, но он меньше. Там одна котлета. Ну, вот это сырная типа там есть котлета, но это хрень, по-моему. Он даже выглядит как-то отвратительно. Не знаю, в нем нет красок. Сюда могли бы за эти бабки добавить какую-нибудь помидорку хотя бы. Но нет, тут вот эта вот панированная хрень лежит и все. Кстати, котлета, по-моему, как будто не отсюда, потому что я впервые вижу, что во вкусные точка котлета больше, чем булка. Ну, как минимум, она такая же идеальна. Разрежем. Кстати, они же всегда, когда вот эту манблан этот рисуют, не рисуют, фоткают, у них там сыр прям вытекает. Я не знаю, мне кажется, даже если в заведении его съесть, ты там никогда не увидишь вытекающий сыр, потому что там сыр какой-нибудь сделан из пластилина, наверное, причем, что раньше был, что сейчас. Что там этого сыра так мало, там тупо по факту панировка. Ну, там что-то видно, есть небольшой кусочек сыра. Ну, не знаю, он выглядит вообще отстойно. То есть, в... Да я постоянно забыл, какое у него дебильное название. Короче, Big Mac, у него хотя бы две котлеты, а тут котлета одна, но, кстати, потолще. Цвета не хватает. Тут не... А, сыр тут типа во фритюре, но он светлый. Хотелось бы чеддера. Соус, типа, мазик, по-моему, как в чикенбургере. бекон там есть, правда, его почти... Ну, ладно, нет, видно, он хлопьями вот этот жареный. А, кстати, бекон еще и снизу есть. Но его не видно. Кстати, запахло беконом. Какой он сухой. Я говорил, что чизбургер сухой. Вот это вот сухая хрень. Это просто вызывает жажду тут. Ну, кстати, если вот этот сыр в панировке отдельно съесть, то вкус сыра чувствуется. Но это моцарелла. У моцареллы нет вкуса почти. Лучше бы они российский сыр туда взяли. Вот это был бы не манблан бургер, а назвали его новосибирский какой-нибудь бургер. Не знаю. Новгородский бургер. Блин, кстати, сыр во фритюре вкус не очень свежего масла. Блин, крошки на меня сыпятся. Но я уберусь. Ну, когда его нюхаешь, пахнет беконом, но когда ешь, бекон не чувствуется. Как сухо. Сухая булка, сухая котлета, сухой сыр во фритюре, мало соуса, мало зелени. Это самый отвратительный бургер, который я там ел, наверное. Мне кажется, рыбный вкуснее. я рыбный не ел, правда, ни разу. Сейчас я центр укушу, где вот больше всего соуса и жира. Такая же сухая хрень. Какого долго жевать надо. короче, если я всем предыдущим бургерам ставлю 7, а они все заслуживают 7 просто своей ценовой категории, то этому я ставлю 2. Он стоит причем 250 с чем-то рублей, по-моему. Чизбургер, лучше там 4-5 чизбургеров себе взять, ну, замиксу их с чикенбургерами, чем один вот этот. Потому что он прям беспонтовый. Беспонтовый пирожок. Ой, фу, я что-то уже обожрался. У меня, короче, тут сейчас нашлось пивко к бургерам. Оно, видимо, мне понравилась банка желтая. И оно, видимо, для фанатов великого нефритового стержня. Тут же написано КСИ. Написано Рэбл, какой-то лежак. Ну, открой его. Брал в ароматном мире за, по-моему, 100 рублей оно стоило. Какой-то Чехия, наверное. Сейчас прочитаю. Ой-ой-ой, как же оно пенится жестко. Дэн, неправильно наливаешь пиво. Пиво не умеешь наливать. Пошли в жопу. Умею. А тут Чехия, да? Так, ну что? Тупо самая здоровая коробка. Big Special. Ну, он мне потом как-то стал нравиться, когда уже он стал нашим настоящим. Не вот этим Big Tasty. А Big Special, что я говорю, соус бы-то менее кислый стал. мне кажется. Ну, тоже, кстати, капуста валяется внизу. Ну, вот эта вот упаковочка из бумаги. но она и раньше была как козел траву жру. Ну, и приятно трогать, потому что у него правильная формула сделана. То, что он пошире, но он не вверх. Я не особо понимаю, когда бургеры выращивают вверх, а не вшире, потому что, ну, вот эти башни жрать неудобно. Ты их ешь, он в рот весь неудобно влезает, или как-то вверх-низ кусать. Из-за того, что он большой, начинается выдавливаться середина наружу. Я не знаю, что за тренд в этих бургерах, в некоторых бургерных, да во многих, наверное, которые крафтовые, бургерные, делать бургеры высокими, но узкими. То есть, ты берешь вот этот бургер, он маленький, зато вот такой, ты его не понимаешь, как жрать, как шаву, типа, срезать. Бесит эта хрень, не знаю. Ну, блин, он дорого, конечно, стоит, в доставке 280. По-моему, если брать в заведении, то там все цены поменьше, наверное, в районе 260 где-то. Я просто, когда говорю, вот, цена 280, у меня недалеко есть, ну, это, правда, не заведение, это фудтрак, делают бургеры, ну, пишут, что из мрамора на говядину, не знаю, так точно это или нет, но там делают их на гриле. И, чуваки, бургер сделанный на гриле, где на углях, он в разы вкуснее бургера, который просто на плите условно сделан. Там, типа, вкус, сразу x3 минимум. ладно. Big Special. У меня тут кусочек, ой, ну, тут прям соусы навалили, вы посмотрите. Как же сексуально. Ну, тупо Big Tasty запах, вот этот копченый. Это вообще вроде, типа, соус гриль там. кстати, да, тут в единственном бургере есть помидорка, я вижу, одна вроде. Ну, и сыр снизу, два кусочка, вроде, элементаль. Опять, это пекинская капуста. Правда, красного хочется побольше, помидорок накинуть. Вообще, я, типа, раньше любил больше из вот этих сетевых бургерных, мне больше всего вопер бургеркинги нравился, потому что, потому что вопер это тупо классический бургер. там булка, котлета, там, кстати, сыра в классическом, правда, не было, огурчик, помидорка, салатик, соус там вообще кетчуп с мазиком, по-моему. Ну, это такое хорошее сочетание, вот это тем более в бока, когда они как бы пишут, что они на огне готовят, ну, там, может, они, не знаю, или дым жидкий подмешивают, или что, не знаю, может, на огне. Но вот мне вопер этим нравился, еще в то время вопер стоил дешевле, чем Биг Тейсти. А сейчас вопер стоит столько же, сколько и Биг Тейсти, и Бургер Кинг, вообще стали еще хуже, готовили у них булки какие-то отвратительные стали. Мне прям перестало, нравится, я помню, в свое время в Бургер Кинге была акция два вопера за две сотки можно было взять, вот это такой балдеж был. Или, да, два за 200, потом стало два за 300, но сейчас уже, когда они стоят 251, такая себе выгода, то есть, я помню, раньше, когда учились в универе и могли зайти в БК и купить там два вопера вместо того, чтобы сходить в Шаву и поесть Шава. Потому что я помню времена, когда Шава в Питере стоила 140, 120, 110 у меня даже в общаге одна стоила, сейчас в Питере Шава стоит 200. И вот, кстати, сравню как раз, был, ну, он и сейчас есть, просто я его не смотрю, он мне абсолютно неинтересен, один обзорщик еды, который еду по цене с Шавой сравнивает, мне интересно, как бы он, блядь, свои хот-доги бы сравнил по цене с Шавой. Такой, ну да, тут хот-дог стоит как три Шаверма. Ладно, давайте попробуем. Но все равно соус кислый, конечно. Но вот этот соус-гриль балдежный. Он, он, кстати, отличается от соуса-гриль, который, например, есть в Subway, в том же. Потому что, видимо, для вкусной точки, для вот этой крутой сети делают его немного иначе. Он как-то чуть более вот этот ядренок химозно-копченый. Потому что ты его ешь, этот бургер, и такой, бля, химоза. Но очень сухо. Соус только в середине. А пиво говно. Ну, средненькое, баллов 6. Но соуса в середине, блин, нога на краях мало. Балдеж. И знаете, я... Спасибо, вкусные точки, что не положили мне салфеток. Не буду разделять классику по оценкам. Типа чизбургер, чикенбургер, биг спешл и как оно, биг хит. Все по семерке получают сегодня просто. Потому что, ну, это классика, она неплохая, она не топ. Понятно, есть бургеры и лучшие. Например, ну, реально, вот этот, если 280 рублей, это дороговато. Одним я им не наемся, хотя, сейчас уже тяжелее сравнивать с шавой, потому что шавы в Питере маленькие. Я помню, 14-й год, когда я на первом курсе учился, и у нас на лесной была легендарная шава Мандарин. Там шава, наверное, грамм 400 весила. Она была огромная. Я ее съедать не сразу научился, наверное. Ну, потом привык. Правда, эта шава потом изговнила себя и просто, когда мимо нее идешь, воняла каким-то жиром и маслом испорщенным. Но она в свое время была огромная. Еще была какая-то палачка, где женщина готовила. И она, это единственное место на то время, где я помню, чтобы шаву обжарили не только с четырех сторон, типа, но еще и с торцов она обжаривала. Ну, шава была не очень вкусная, правда. Но огромная и 110 рублей стоила. Сейчас шавы стоят 200, и они еще и маленькие. И невкусные были. Ну, ладно, не такие вкусные. сейчас во все шавы кучу лишних вообще добавляют, мало соуса, а овощи крадут вкус мяса и соуса. К сожалению, сейчас с этим все хуже. Но, ладно, не такое уж пивое говно. Сегодня в семь семерки ставлю. Big Special тоже получает семь. Его я доем. Отвратительно еще заверну. Так, один ролл остался. Кстати, да, я взял Big Special Roll. Правда, на нем не написано, что это за ролл, просто написано Roll. Еще можно записать тон. Ну, мне, кстати, здесь и ножик не понадобится. Короче, мне он раньше казался таким интересным решением, потому что это по факту начинка из Big Special или Big Tasty. Но вот в этой отвратительной лепешке но дешевле. Потому что он стоит 200 рублей. Вот оно внутри все как-то выглядит. Там помидорка где-то выглядывает. Я откушу, может, еще покажу. Вот эта вот крайняя плоть сверху меня всегда бесит. не очень я люблю эту лепешку. У нее вкус отвратительный. Ее не поджаривают как шаву. Хотя вот есть еще блогеры, которые говорят, что вот эта лепешка конечно отстой, да, она отстойная. Сейчас в шавах в Питере вообще во всех почти лаваши отстойные. Они резиновые примерно как и эта лепешка. Так что в шавах используют примерно такие же лепешки, только потоньше. И раньше было лучше. Страва зеленее была. блин, у нее вкус сырого теста в этой лепехе. Я хотел как это богатея оторвать вот этот вот лишний кусок и положить на стол. Ну не, я не настолько богатый. Чтобы разбрасываться едой. Думали, я это потом выкину, я это съем. Даже картоха невкусная. Ну, может не сегодня. Завтра погрею и отвратительно буду ее есть. короче, я тут конечно покусал, но внутри начинка абсолютно такая же как и биг тейсти. То есть там и соус есть, и помидорка есть, и котлета разрезанная просто. Я еще укусил и соуса было прям много. И это балдеж, потому что булка она сухая. А вот эта штука, если не учитывать вот эту крайнюю плоть сверху, она не сухая. И мне все-таки кажется, вот этот биг тейсти ролл, биг спешл ролл, он имеет право на жизнь. Но он может поменьше, конечно, чуть, хотя я не уверен. Он меньше просто за счет того, что тут не булка, а лепеха это. И сыр есть этот элементаль. И лук, по-моему, там какой-то есть. И соуса как-то вот из-за того, что тут нет сухой булки, эта штука не сухая. В принципе, если раньше бы я сказал, что это за 200 рублей это хуже, чем шава, то сейчас это аналог шавы, учитывая, какие в Питере многие шави стали говеными. Сейчас заполонили всякие сети типа еврокебаба, который сейчас Шеверлендом называется, где шава реально очень посредственная, сухая, где много лаваша. Там прикольные хот-доги в булочке за 130 рублей сейчас. То вот это в принципе выглядит как альтернатива. Можно зайти или доставку заказать и взять его, потому что ну Big Special дорогой, 280 жалко, а вот взять вот этот один, я не знаю, какую-нибудь там картоху к нему или чикенбургер, если вы одним не наедаете, потому что вы такой же кабан 100 килограммовый как я, то как вариант. Но хорошо. на удивление я ну ладно, давайте оценки поменяю, короче, ставлю ему 7,5, также я 7,5 ставлю чизбургеру, остальные семерки получаю, типа, ну вот чизбургер мне нравится, прям не знаю, даже больше все-таки, чем чикенбургер, у него вот вкус говяжьей этой котлеты, а не куриные, хотя говяжьи эти котлеты, они какие-то безвкусные все, да и как как и куриные. Бигмак, блин, короче, Бигмак и Бигтест обычно, я не знаю, я разницы какой-то не замечаю, и вот эта вот тема про то, что кто-то там Булкин в свое время замечал плесневый, кто-то тараканов, мне кажется, тараканы везде есть, особенно если это в фудкорте находятся, чуваки, скорее всего, как минимум в этом заведении есть тараканы, а еще, скорее всего, и крысы есть. Я знаю в Питере ТЦ на лесной Европолис, там если ночью его обходить с одной стороны, то ты там скорее всего пару крыс увидишь бегающих. Я думаю, почти у любого ТЦ это есть, потому что там фудкорты, магазины и так далее, они что-то выкидывают, и всякие крысы тараканы туда бегут, и возможно, если какое-то время где-то тараканов нет, то возможно, в другом месте на фудкорте они есть, и потом они все равно перебегут. Да в принципе, вкусная точка, норм, тема. что-то дороговато. Ну, блин, я сильной разницы не замечаю с тем, что было. Не знаю, понравилось вам это или нет. Если понравилось, делаю на завтраке обзор. Ну, а на сегодня все. До новых встреч! А-а-а-а-а!